Наши богатыри Голодые Анфиры зарегистрировались? Не знаешь? Анфир Нет А чё? Какая-то причина Отложили или так? Покажи пример Один раз А помнишь, что ты говоришь? Это не критика, а критика Покажи 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 Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал, Господи, молим Тебя, благослови наше собрание, Пребудь с нами в этот воскресный день, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему, Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Братья и сестры, прошу, Малиш, и кто имеет сердечное положение, мы сегодня с Варей поедем в Казахстан, Вот у нас в час паровоз, кто-то у нас сейчас сообщает, на неделю где-то приехали, У нас Бог проявляет, и через неделю приехали. Варей поедем в Казахстан, на паровозе поедем, обычно на машине. Спасибо. Пусть и выроги, сегодня уезжаем, прошу, молитву поедем. Купи нам заплатки. Помоги, Господи. Если получится. Я жабы покупаю. Толкование. Детей сюда приведите. Толкование. Пустите детей приходить. Ко Христу. Ко Христу пустите детей. Закладки. Валентина, продвигайтесь туда. Почему нет? Где и нахуй. Где и нахуй. Продвигайтесь, продвигайтесь в палатку. Да, может, и не надо. Ну, продвигайтесь же. Не перейдите. Сюда, давай. Давайте я с камерой сюда. Да, передозвейте, пожалуйста. На скамейке, сюда. Поближе. Поближе. Садитесь, шашка. Отпустите. Берем, пусть маленько. Двигайтесь в палатки. Двигайтесь. Давай. Это что, товарищи не могла повезти? Ну, она вот сетовала что-нибудь в шеверной месте. Ну, что-нибудь привезти? Может, бурная будет. Ну, и что, что-нибудь. Ну, место, конечно, с дружной. Двигайтесь. Двигайтесь, двигайтесь. Хочешь не надо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Успокоились. Слушаем. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 23 стихи. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты от опасения от иудеев, пришел Иисус. И стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа, Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Одец, так и я посылаю вас. Сказав это, Дуну и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Толкование. Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили ей, или поверившие пожелали, что не удостоились видеть его сами. Посему он, Христос, в тот же день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от жены, что он воскрес, жаждали видеть его сами. А с другой, боялись иудеев, и оттого еще более желали увидеть его единственное для них утешение. Увидеть это единственное для них утешение. Является вечером для того, чтобы имели время собраться все вместе. Является, когда двери были заперты, для того, чтобы показать, что он и воскрес, так же тогда, как на гробе лежал камень. Иной подивиться, как они не сочли его за призрак. Но прежде всего, жена, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав, «Мир вам!» То есть, не смущайтесь. Этим он напоминает им то слово, которое сказал им перед страданием. «Мир мой даю вам!» Евангелие Тауна 14, 27 Обрадовались ученики, увидя Господа. И об этом он так же предсказывал им перед страданием. «Увижусь с вами, и возрадуется сердце ваше!» От Ивана 16, 22 А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять говорит им «Мир!» Как женам сказал, радуйтесь, Матфея 28, 29, потому что пол их был в печали, так ученикам дает мир по причине брани, которую имели с ними и будут иметь все. Итак, прилично женам радоваться, потому что они осуждены рожать в печали, а мужчинам быть мирными по причине брани за дело проповеди. «Показывает вместе и благие следствия креста. Это мир!» А как крестом приобретен мир, то я посылаю вас на проповедь. Утешение же им и ободрение говорит «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вы примете на себя мое дело, посему бодрствуйте, ибо я буду с вами. Примечай самовластие!» Не сказал «Я молю отца моего, и он пошлет вас, но я посылаю вас». «Думает и дает им Святого Духа. Теперь он уделяет им несовершенный дар Святого Духа, ибо таковы он даст им в пятидесятницу, но делает их способными к принятию Духа. Ибо слова «примите Духа Святого» тоже, что «будьте готовы принять Духа». Можно сказать и то, что он дал им некоторую власть и духовную благодать, только не воскрешать мертвых и творить силы. Но, можно сказать и то, что он дал им некоторую власть и духовную благодать только, не воскрешать мертвых и творить силы, но прощать грехи. Посему и прибавил «Кому простите грехи, тому простятся», показывая, что он дал им этот именно вид духовных дарований прощения грехов. По вознесении же его сам Дух не шел и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование. Стоит узнать, для чего он является учеником не в Галилее, а в Иерусалиме. Ибо Матфей и Марк говорят, что он обещался увидеться с ними в Галилее. Как же он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают, что ж такое, он ведь не сказал, что я увижусь с вами только в Галилее, а в Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию во лжи. Потом можно сказать то, что ведь он обещает явиться в Галилее всем ученикам, а в Иерусалиме явился только принадлежащим к двенадцати. Итак, нет здесь никакого разногласия, ибо в Галилее он явился всем, а в Иерусалиме двенадцати. И как явлений было много, то одни евангелисты описали одни явления, а другие другие. Иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же, но что у одного сказано сокращенно, то восполняет другой. Примечаю, пожалуй, достоинство священников. Оно божественно, ибо отпускать грехи – дело Божие. Таким образом, их должно почитать как Бога, хотя бы они были недостойны. Что от этого? Они служители божественных дарований, и благодать действует через них, как проглаголова некогда, через ослицу Валаама. Числа 22, 28, 30. Итак, «Недостоинство наше не препятствует благодати, и как через священников подается благодать, то должно их почитать». Евангелие Тана, 20 глава, с 24 по 29 стихи. «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, был тут с ними, когда приходил Иисус». «Не был тут с ними, простите». «Простили». «Еще раз. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус». Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не положу руки мои в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам». Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие». Толкование блаженного фестивакта. Фома не был с учениками, вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния. Что значит замечание, называемый близнец? Это значение имени Фома, ибо как кифа значит камень, так и фома значит близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой нрав, как самого рождения, и показывает самое имя. «Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным. Почему и обвиняется в неумеренном любопытстве. Ибо как скоро верить легкомысленно, так сильно упорствовать дико и грубо. Смотри, он не сказал, я не верю глазам, но присталок купил, если не вложу руки моей. Но откуда он знал, что была рана в боку? Слышал это от учеников. Для чего Господь является ему не тот час, но спустя восемь дней? Для того, чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время. Господь желая показать, что он был с ними и тогда, когда Фома высказывал пред соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него что-нибудь подобное, но сам вперед исполняет то, чего желал Фома и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала он говорит с упреком, подай руку твою, но потом вразумляет, не будь неверующим, но верующим. Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят, что не скоро поверил по своей основательности. Ибо вот, Господь называет его неверным. Смотри, как тот, кто сначала не верил, от прикосновения к ребру, сделался отличным богословом. Ибо он проповедал два естества и одно лицо во едином Христе. «Сказав, Господь исповедал человеческое естество, ибо Господь употребляется и об людях». Например, «Господин, если ты вынес его» – Евангелие Таима 25. «А сказав, Бог мой исповедовал божеское существо, и таким образом исповедовал одного и того же Господом и Богом». «Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит «блаженные невидевшие и уверовавшие». Здесь он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали, и не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. «Сказав это не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить невидевших». «Ибо многие говорят, блаженны очи, видевшие Господа. Он утешает таковых, говоря, что более блаженства в том, чтобы не видеть и веровать». «Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо рукою человеческой?» «Все это было делом снисхождения, ибо тело, вошедшее через запертые двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой грубости». «А чтобы уверить в воскресении, Господь показывает его таким, и для того воскрес, имея знаки креста и раны. Так же он ел, так же он и ел, ел не по нужде для тела, но для удостоверения в воскресении. Посему, как прежде, распятие, ходя по волнам, Марка 6, 48, он имел тело не иной природы, так и ныне показывает оное, осязаемым и имеющим раны. «Однако же, хотя оно осязаемо и видимо, но нетленно, ибо это показывается для удостоверения, а не по необходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит во чрево и изменяется», Мафея 15, 17, «чего у Христа после воскресения не было. Но вкушаемое, принимаемое только для удостоверения в воскресении, было потребляемо некоторой невидимой и божественной силой. Заметь и то, как для одного человека, Фомы, Господь не отказался изойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого». С 30 по 31 стихи «Много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Толкование блаженного Фефиларха. Ибо Евангелист прибавляет «сотворил предучениками своими». Чудеса же до страданий Господь творил не предучениками, а пред всеми. Посему Евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресении. Ибо обращаясь с одними только учениками в течение сорока дней, Он представлял доказательства воскресения. «Как до страдания Он творил чудеса в подтверждении, что Он Сын Божий, так по воскресению Он совершал чудеса предучениками в подтверждении, что Он Сын Человеческий, то есть носит тело, хотя и нетленное, и боговиднейшее, и уже не подлежащее законам плотским». Итак, из многих чудес, совершенных по воскресениям, записаны одни только эти. И то не из хвастовства или для приложения славы единородному, но, говорит, для того, дабы вы уверовали. И какая польза и к кому относится? Не ко Христу. Ибо какая польза Ему от нашей веры? Но нам самим служит. Ибо веруя, что Он воскрес и жив, мы приготовляем сами себе жизнь. Ибо Он воскрес и жив для нас. А кто думает, что Он мертв и не воскрес и не жив, тот сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель. Да не будет этого с нами. Аминь. Спасибо, Христос. Дети пока не ушли, я попрошу ответить на два вопроса. В лагере у нас были, знали, какой порядок. Помолились за стол, показать платочки. Покажите платочки, у кого есть, над головой поднимите. Поднимите, покажите платочки. Видите, что получается? А ведь это совсем немного. Эта привычка остается на свое время. Вот стоит в церкви, сейчас вижу, у него есть вот брошь. Это ни один кучер не делал в России. Обоглобли вытирать руки. Ну, у нас потеряевки, я стал делать это, ни один не дойдет без платочки. Пришел мне к платочку, разберись назад, сбегай домой. Ты с малого начни. Писание нам многое сразу не предлагает. Платочка нету совсем. Вы посмотрите, один из самых умных депутатов Государственной Думы. Кто? Назовите. Жириновский. Вытирают собрали. Ну, просто самый образованный, самый находчивый. Кто? Жириновский. Жириновский, конечно. У него столько образования, полковник. По международным отношениям он где закончил там что-то. И все время вот, стоит перед всем народом, выступает. Никто из депутатов столько не выступает там друг напротив друга. Все так показывает. А что, с детства только не показали. Платочка нету. Поставьте за правило. Сейчас придете, за стол не сядешь. В лагере как? Платочек нету. Нету. А дальше там тополя растут. Сбегай туда, вернуться обратно. А пока бегал, что съели, тебе не попало. Это физическое наказание. Наказание ногами бегать. Приходит из школы. Мать говорит, а портфель где? Портфель. А где? А, в футбол играли. Он его вместо столбушка поставил, там осталось где-то. Все забывает, мать говорит. Как его исправить? Она ничего не знает. Что он уже забыл? Говорит, а ты куртку забыл. Пришел, ее нету где. Очень просто. За стол. Вот где. Через чрево. Мы настоянемся за стол. Дежурная. Обойдите вокруг. Они вокруг лагеря обходят. Он загорожен лагерь. Вещи все соберите. Сидят за столом. Еще не едят. Чей? Там. Капюшон один оставил или еще что-то. А все знают. Это Юлькина. Все. Юля, вылазь. Следующий кто? Теперь. Бери в руку. Что-то? Куртку забыла. Вокруг лагеря оббежать три раза. Это немного. Бежать и вот так мотать над головой. Крутить. И кричать. Я забываю вещи за столом. А в это время мы уже обедом раздали. Ему надо бежать. Он не привык бегать. Все. Я ему пристегнул память сразу. Он все забывал. Теперь ничего не забывает. Ну, вы что делаете с ребятишками-то? Я сейчас тут вижу одна девочка. Вот маленькая. Минутку только. Вот это. Подними ее. Красненький платочек сидит. Красненький. Мама ее далеко, нет? Нет. Подойди. Мы уже об этом говорили. Пока встань-ка. Ну, попроси ее три поклона положить. Попроси. Вот с этой девочкой рядом поставь. Вот она сидит. Она ему маленькая. Вот в черненьком. Все. Так. Она ни разу так не поклонилась до службы. Ее поклон вот такой вот. Вот она махнула, а попала. Больше она не может. Ну, родители. Ну, ладно. Отец не верующий. Ну, вы-то это видите. Что дальше будет? Перед Богом. Это Божье дело. Божье. Это ваши дети. Вы не спасетесь, если дети останутся за пределами. Они вам свяжут руки на страшном суде. Она это знает. Не давайте ей есть. Пока ты сто поклонов не положишь. Ты понимаешь? Ну, подойдите как-то, как-то. Детей рожают, они никакого опыта. Они не опыта. Ты же видишь, они стоят перед всеми. Вот сидят те девочки. Все до одной кланяются, как положено. С той, с другой маленькой. Какая-то тут у нас была поврежденная. И она пытается поклониться. Это никак. Вот. Даже иудеи у стены плача, они хотя маленько вот так кланяются. Вот так. Маленько поближе, это старообрядцы. Мы должны так поклониться, чтобы рука, колени не сгибать. Рука могла пол достать. Поклон должен быть такой. Что мешает? Пузырь на животе. Бегут многие на стадионе, когда Олимпийские игры. А награду получает один. Со всего мира собирается, ничего нет. Олимпийские игры. В Китае. Все медали почти золотые забрали. А почему? Потому что день и ночь трудятся и показано, как они трудятся, как работают, как тренируются. А за это и платят. Чемпионом стала она. Теперь может всю жизнь работать. Ей полный оклад. Квартиру все дали. У нас не знают, куда деньги деть. А это все здесь. И показывают. Один предприниматель приехал в деревню. Ну, живут там прям какие попало. Халупы-то. Китайские. И он говорит. Вы меня помните? Ну, что же не помнят? А ты среди нас был. Я разбогател. Я попрошу вас. Здесь палатки поставят. Вы перейдите в них. Я прошу, сделайте это. У меня план деревни. Я ее перестроил. И он нанял рабочих за большие деньги. И всю деревню построил. Коттеджи загляденья. Дорога подвели. Вода. Все сделал. Заходите. Это я сделать, отблагодарить Бога решил. Вот как надо делать. А ты кому можешь передать опыт, когда, прости за выражение, соплям ума не дашь? Ну, тут какая культура для Бога? Иди продай имение. И куда? На банк положи? Нет. Раздай. А где нищие? Их нету. А ты найди. Найди. Вот за чей-то счет сейчас уже больше миллиона, я так считаю. Вот эти евангелия красненькие. Четыре евангелия там. Везде благословение патриарха Кирилла. Бесплатно. Это кто-то взял. Вот приезжали из Екатеринбурга. Он большое евангелие такое. Новый Завет издал. Это люди находят нищету. И они проявляют себя. Что мы оставим? Чему ты навыщишь? А на нас глядя человек как? Ну, вот, вы знаете, Валентина Сортисон. Ну, она здесь с Клочков. Приезжала к крещению, принимала. Ее сестра, кажется, Тамара. Здесь умерла. Ногу еще отрезали перед этим было. И они одеты по форме, как у нас одеты. С дочкой, с Катериной. Сначала священник говорит, что-то там матушка начала, как мусульмане там все. Они так и идут. И каждый раз, говорит, мы садились нигде на электричку, не знаю, что-то такое. И в окно видели, одна женщина бегает. То есть она утрами занимается спортивным костюме. И они с ней ни разу не разговаривали. И одна же смотрит, она стоит в храме рядом молится. И она говорит, я, видя, как вы ездите и как вы одеты, я поняла, никому это не нужно, что я делаю. Что я делаю? Телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все. Они без словес обратили. Как? Я не просто вам говорю это. Вы смотрите, Естапия, Иоанна, когда казнили, за что с бородами были? Их казнили по бороде. А как отроков узнали? Семь. Мальчики, вот такие мальчики. Кусочек свинины съешь и все, иди домой. Не один. И мать рядом. Смотри, мать, как погибают дети. Она только говорит, сынок, не отрекись. Ты не свинья, чтобы есть свинью. Их мучили, глаза выдавливали, резали уши, тело. Кожу снимали. На огромных сковородах жарят. Она только стоит, мать, только держитесь. Седьмая глава, вторая книга Маковейская. Ну, кто-то подставил их имена, там теперь поминают их. Вот пример. Здесь не успеют сказать, уже никого нету. Время где-то при дверях совсем близко. Международная обстановка такая, что мы место будем искать и будет жарко. Рядом. Совсем рядом. Американцы флот подтянули, туда выставляют русские. Теперь одна надежда, только атом. Атом, это значит, нас здесь не будет. Или не рады жизни будем. Приготовьте детей к болезням, к смерти. Помни день последний, и вовек не согрешишь. Я просто немножко хотел, ну, то, что сейчас отпустите их, а их не надо отпускать, пусть посидят. Они там ничего пока не получат. Впереди еще целый день и неделя. Раз, все ушли. А здесь очень важные вопросы будут. Я расскажу, что у нас было, чего никогда еще не было здесь. И покажем. И они могут быть участниками. И сами себя даже в этом увидят. Спасибо, Христос. Как не нравится нам обличение. Не нравится? Не нравится. Многие не нравятся. Я продолжу. Как наблюдатель, продолжу. Не нравится, не нравится. Аминь. Легко ли спастись? Спасаться нам легко или нет? Тяжело. Легко. Легко, потому что Господь нам сделал все необходимое. Он прошел впереди нас. Легко. Но и вместе с тем трудно. Ибо написано, за всякий грех, возмездие, смерть. А Слово Божие живо и действенное. А живо и действенное, наверное, для нас написано. Жены ваши в храмах домолчат. Кто из нас исповедовался, когда был на исповеди, исповедовался, что он согрешил в этом? За всякий грех, возмездие, смерть. И за этот грех тоже. Не удерживаемся мы. Особенно сестры. И дети. И дети тоже. Поэтому я при детях об этом хочу сказать. Особенно девочки. За всякий грех, возмездие, смерть. Значит, нарушили это. Это заповедь. Это Господь сказал. Жены ваши в храмах домолчат. А мужах уже и речи нет. Тем более. Вам нужно... Вы поставьте себе, что... Как это? Я вот... Много дел, хороших дел. Сегодня была проповедь. Брат Севастян читал. Одним только нашему согрешению мы все наши добрые дела губим. Слышали об этом сегодня? Слышали? Воздерживайтесь. Если вам нужно что-то, напишите друг другу. Или выйдите из храма и там поговорите, вернитесь. Делайте, продолжайте дела. А то вы дела вроде ставите выше всех, всего и выше священного Писания, выше Слова Божия. Вы доброе дело делаете в храме. И при этом позволяете себе говорить. Так что, подробните. И об этом тоже помните. Но о болячих мы... Не все, наверное, Татьяна Кузьмична. Все упомянули. Мрия Яковлевна у нас еще в больнице лежит. Мы ее посетили. Она вроде бы получше себя чувствует. Она просила Евангелие. Принесли мы ей Евангелие. Она всегда у нас в больнице раздает и проповедует. Должны ее на неделе, в начале недели, выписать уже. Она с чем лежит? У нее сердце было плохо. Ноги опухали. Болеют. Прям нужно уточнить, какая пятка болит? Левая или правая? Зачем? Не надо. А болящей молиться? По молитвенной помощи Маша просила. Барабаш, которая Калашникова сейчас просила помолиться. Она заболела. Марина Янчук у нас в больнице лежит. Вот Надюша вчера у нее была. Она, наверное, расскажет. Расскажет, как она. Валентины. Ну, под наблюдением Любовь Николаевны. И Валентина Павловна заболела у нас, Борисова. Ну, Анастасия, как всегда, мы молимся за нее. Еще одна Анастасия. Она была раньше у нас. Это вот Яковлева. Тоже болеет. Помолитесь. И две Анастасии. За болящих. Ну, Сергея, как всегда, молимся. Ну, Анна Кузьминична вроде бы так ничего. Она попеременно держится. Ну, помните всех братьев и сестер наших, особенно брата Сергия из Воронежа. Несите на крыльях молитвы. Его маму тоже, Татьяна. Василия Николаевича не вижу. Что? Где он? Да. Вчера не было. Есть какая-то связь с ним? Нет. Нету? У него нет телефона? Я ему купил, он отказался. Ничего мне не надо. Даже купил, отказался? Еще, еще минутку я. Были мы на этой неделе у Кравченко Валентины Ивановны. Посетили ее. Съездили тут вот с Магалитой. Она очень обрадовалась. Открыта была калитка и дверь открыла нам прямо. Да, ждала нас так. Ну, никого дома не было. Она одна была. Ну, она, хорошо ей там и комнатка отдельная, и все прекрасно у ней так все. Но храм далеко, и, конечно, ее туда никто, сама она не может, а никто ее туда не повезет. Поэтому я, в общем-то, ей сказала, говорю, давай, вот батюшка как приедет, так немножко попозже, договоримся, заберу я тебя, и, чтобы ты поготовилась в воскресенье, чтобы ты не ушла у нас без поколения. Вот так. Ну, так она вроде бы ничего. Поклон всем низким. Спасибо, Христос. Еще о болящих хочу сказать. Вот с Настей у нас было очень тяжело, операцию сделали, там вот, онкология. Есть вот у старообрядцев Игорь Куц. У него ребята были, ну, в лагере несколько раз, да, Илья и Роман. И вот месяц назад, в общем, он слег, онкологию у него нашли, видать, до этого, конечно, уже в метастазы пошли. И он сейчас, в общем, ну, сам Игорь Куц. Отец. А он такой, такой живой, такой веселый всегда, ну, верующий, очень верующий, старообрядец. Ну, как бы, как он, не корни старообрядческие, а сам просто искал спасение души, и он сам художник. И нашел, всегда рабочий такой, он мебель делал, это отлично, мне там сделал шкаф, прям, очень дешево делал всегда. Много денег не брал, у него там свой тариф был, он говорит, я больше этого не беру. И всегда вовремя, в срок старался, ну, такой вообще, дизайнер на компьютере хорошо работал. Ну, когда тих, значит, он заходил вопросы, задавал всякие спасения души. Вот так вот, поэтому я ему позвонил, он не хочет видеться, хотя мы с ним, в общем-то, довольно близки. Я, говорит, до такой степени немощен, Игорь его звать, что это, пока еще он не понял сам своего состояния. Не знаю, как напроситься, хотел через жену его, но я думал, телефон есть у Марины, нет, оказалось, нету ни у кого телефона. Ему он постарше меня где-то года на три-четыре, где-то под шестьдесят. Там финал, поэтому молитесь, конечно, чтобы Господь дал терпение. А Анастасии нет, она себя, так сказать, плохо чувствует, звонила мне вчера вечером. Вот, и сегодня она готовится для тяжелого исследования колоноскопии, поэтому завтра будет это обследование, поэтому молитесь, чтобы Господь дал силы ей прийти это обследование. Да, Галя. У меня отчет о поступлении пожертвований как раз на лечение Насти Дрога. В период с 18 марта по сегодняшний день, по 15 апреля, были пожертвования от Игоря Евгеньевича, Веры Николаевны, Андрея Сергеевича, Валентина Александровна и Надежды Михайловны. Милостыни Ваши перед Богом, спаси Вас, Христос, низкий Вам поклон. Я вам передаю это тебе, дорогая моя, маме, Адаше, молитесь за этих людей. И второе, звонила наша дорогая сестра Наташа Приходько. Она позвонила и попросила от ее имени и спросить у вас прощения. Если кто-то обижен на нее, как будто она огорчила, простите ради Христа. Потому что сейчас мы видим, как Игорь Владимирович сказал, мировая обстановка, там Америка начала бомбить Сирию очень жестко. И возможно, никакой связи уже и не будет. Она так, знаете, сокрушалась, что может быть в последний раз и видимся, и все. Поэтому простите ее ради Христа, кто что имеет. Простите ради Христа. Ей поклон. Звонила Свечникова Нина, всем передает поклон, скучает. Сделали операцию одного глаза, катаракта, готовится на операцию второго глаза. Но, как вы говорите, что первая операция прошла удачно. Помолитесь, обожаю. Аллилуйя. Помогите, Ирина, за второго глаза. Еще у кого есть слово? Благодарение, информация какая? Игнат Тихонович. На неделю мне позвонил Волобуев Александр Павлович. Он 28 лет снимает в Потеряевку, приезжает. Еще черно-белые были снимки. И тут, как фотосессия какая-то, объявлено было. И он выпустил, вот двух лет такой, называет он. На очень высококачественной бумаге. И мы вчера ездили туда. Какой? Ну, где-то космонавт-то вроде с республикой сосоединяется. Сергей Павлович возил. И вот такой. Какой? Здесь, примерно, 88 фотографий. За 28 лет, ну, у него там тысячи было. А это те, что он отобрал. И много здесь записей. Вот так. А кому это надо будет, у него, может, еще остались. Могли позвонить. Сколько стоит она? 350. 350. Ну, это того стоит. Бумага тут толстая-толстая. Как снимки. Кто сидит здесь, почти все по Теряевске попали здесь снимки. Ты маленький там сидишь. Ну, все есть здесь. 88 картин. Называется Сибирский ковщек. Александр Волобоев. Фотографии. Ну, я говорю, нет, я, наверное, не смогу. А они поняли так, я не смогу, такси надо нанимать. И они тут же провели у себя совещание, чтобы все скинулись по 300 рублей и мне перевели на карточку. Чтобы я нанял такси и поехал. Я так и ахнул. Конечно, смешно. Однако. Безруков был, вот у которой визитки, это он сделал. Каждый раз спрашивает, начало сезона лагерного, чем помочь. Конечно, ни копейки не взял. Ну, я сейчас дам, вот, посмотрите, чтобы могли. Это того стоит. Но у него совсем немного их. Он подарил мне, батюшке, вот, Володе и Сергею. Кажется, вот, ну, так получилось это. И там его подпись на первой странице. С любовью потеряете. Вот что, значит, ну, вы пока молча смотрите, а я еще буду кое-кого спрашивать. Татьяну Кузьминишу. Вас все время спрашивают или вы говорите, сообщаете о больных. Замечательно. Это одна группа. Вторая группа за упокой. Как с Солженицын, изучая все эти газеты, какие были в царское время, какую роль играла церковь. Покушение на царя. Если удачно, убили его. Панихида. Если неудачно, благодарственное молебене. Дальше церковь ничего не делала. Только два выхода было. У нас мы договорились, у нас три выхода. Церкви подают только за упокой, в основном за здравие. Мы договорились за здравие подавать только тех, кого ты знаешь. По крайней мере. Ну, за болящие там. За упокой. Ты абсолютно знаешь, это родственники, как правило. И третье у нас. Я считал, что это будет самая большая папка. Тех, которые отступили от Бога. Которые не пришли родственники. То есть это самое ценное для спасения. То, что соберете, поможете. Это замечательно. Ну, все это кончается. Видимо и временно, а не видимое и вечное. Возобновите обратно эту третью стопку. Как бумаги или поминальные. Потому что многие люди, если отступили от Бога. Православие со всех сторон не то, что там пилится, а сжигается. И главное, это то, что не учат и священники, как показывают себя. Деньги. Деньги. Корысть и трусость. Это болезнь государства. Трусливость. Боятся выступить против начальника коррупции. Трусость и корысть. Корысть и трусость. И этим трижды больна церковь. Это Краснов говорил об этом. Он шесть сроков отсидел в советское время. Историк церковный. Трусость. И что из этого получается? Вопрос. Люди приходят. Крестятся. Ну, то есть, их не крестят. Ладошкой мокрые. И до свидания. Деньги платить там, деньги, я не знаю сейчас сколько, даже больше тысячи. Ну, деньги назначают сами. Патриарх упрекнул. Теперь они ценники убрали, написали пожертвование. Деньги. А цены опять те же выставили. Ну, тут кому непонятно то, что... Теперь, есть момент такой, который человек, если подъем попадает, то ему нельзя ходить в церковь. Или только наружу молиться. Попу это крайне невыгодно. Ему надо, чтобы он пришел, купил свечку. Главный доход-то здесь. И они делают все возможное, чтобы люди приходили. Вот заканчивается богослужение, пожалуйста, вы не забывайте свечи, покупайте. Прямо кричит священник. То есть, отдайте мне денег. Подходя к исповеди, обязательно с тобой принеси, поставь, купи две свечки. Положили. И вот такие вот большие сосуды у них, они их ставят, полные. Теперь два держат обратно туда, а она уже помещает. Это все батюшкин доход. Заново опять ставить некуда. И опять продали, и опять туда идет. Ну, жульничество. Патриарх Алексей Второй, Ридигер, он сказал, каких бандитов на принимали церковь. Бандитов. Это твои попы. Мы считаем, было однажды видение одному. И он молился. Молился крепко, и Господь сказал ему, ты не спасешься. Если священники твои будут творить то, что не надо. И он так и попернулся на молитве. А как я узнаю? Узнавай твоя задача. И он теперь шесть или семь дней молился перед мощами апостола Петра. Помоги мне это узнать. Я чувствую, я ослабел совсем. Люди не знают Бога, они знают прийти. У нас есть каноны. 719. Из них 413 правил нарушаются ежедневно. Эта работа нигде нет. Это я здесь занимался три года. Вон симфония лежит на житии святых. Самый популярный труд, который был в патриархии, это настольные книги священнослужителя. Там по 800 стороне. Богатейшие из тех святых отцов. И меня запросили в Москве, чтобы в 8 томе поместить это. Но у меня было от руки, и так и не смогли сделать. Так вот, в этих канонах говорится. Вопрос. Если женщина в обыкновенной женской, там, период месячных, там, как по-новычному назовет, там, может, на инструации, или как называется. Может ли она причащаться? Ответ. Даже помыслить об этом нельзя. Помыслить нельзя. Ян Златоуст говорит, если у тебя руки вымазаны, ну, с человещим. Ты можешь взять зарезу царя. Ты какой опасности подвергнешь? А ты не просто царя, а ты причащаешься тело его. А Господь, когда желая показать трудность какую, говорит, вот то, то там сделай. И теперь, ну, кто был в деревне, знает, коровы оправятся, потом подсохнут, эти лепешки собираешь, жги, и на них можно готовить. Но ему сказал, ангел, ты пришел, и сказал, будешь есть только на человещем кале. Он так и возмолился, Библию читайте. Да как же так? И Господь жалился, ладно, бери коровью на воловьем помете. Но когда будет трудно, с человещим, говорит, калом, пометом, до самого верблюжьего седла будет все забрызгано, когда будете бежать. Господь показывает на это. Так даже, ну, в этом состоянии-то понять можно, что нельзя, священник нет. Выходит, выходит, Пархоменко Константин, я назову, я один раз услышал, как он говорит, говорит, я еще ничего далеко не слушал, остановил, с чем ассоциируется? С человеком, который давно перестал быть православным или на грани выпада куда-то? Интонация, глаза, как он говорит? Ну, я не знаю, если ты не знаешь это, то посмотри на отступников. А говорит, как будто правильно. Но дальше заворачивает такое. Вот, понимаете, это нигде Писания нет, он его не знает совершенно. А вот еще Климент Римский, умер он в третьем столетии, половине третьего столетия. Так он говорил, что не надо это соблюдать, и Бог поэтому не говорил. Поэтому, что это такое? Приходите, нечистоте, все, причащайтесь. Ему надо, чтобы все приходили. Женщины не каждый день это. И за это время она не должна заходить. А если в храм разрешено, разрешено. Никакой святыни, ни к священию, ни к иконе, ни к Евангелию, ни к причастию, ни к окрещению. Категорически. Вы что, совсем, говорю, ничего не понимаете? И он говорит, половине третьего столетия. Мы открываем сейчас Википедию, это, как сказать, энциклопедия в интернете. Он умер в 1997 до 101 года, примерно вот так колышется, 4 года. Ему Павел передает привет. Как он может в четвертом столетии жить? В третьем. То есть обман. И прямо настаивает, ничего не слушайте. Бог, Евангелие не говорит, святые не говорят, обман сплошной. А люди верят, почему? Ленивые. А батюшка сказал, батюшка сказал, идет слепой и упадут все в яму. Вы о себе позаботитесь и другим скажите, и молодых научите. Разрешается прийти, ни к чему не прикасаться. И дома Евангелие не открывай. Найди тех, которые могут взять и почитать. Я трудно и говорю, нет? А ты в интернете посмотри. И лютуют попы. И они активные такие. Вот он идет, благовестие, православное благовестие. Идет по городу, у него снимают. Вот это храмовый высокий купол. Это 48 метров. И дальше идет до следующего. Топает. А вот этот, я не знаю, то ли 48, то ли 49 метров. Ну, кто может через твои метры кирпичи спастись? Вот я могу показать только, что приходится работать. Вот сегодня я сам 15 минут первого. Первого. И уже все. Я уже на ногах. И работаю только в интернете. Сколько пришло заявок, ответов. Сколько новых людей приходят. Вот представьте, человек дальше открывается. Я везде ходил 5 лет. Все секты прошел, как только мог. Фамилию могу все называть его. Живет в Иерусалиме, около Иерусалима. А уж о большем говорить не надо. Я везде покупал аудиолитературу, книги. Все. Но один раз только встретился на нашем канале. Все рухнуло, у меня ничего нет. И принял крещение с полным погружением в русско-православную зарубежную церковь. Там монастырь Мария Магдалина. В Израиле. Дальше другие. Целое семейство. Они тоже с евреями связаны. Я не знаю, кто там из них евреи, но сразу имя переменили. Крещение принимают. Все. Это Бог делает. Тут человеческой силы ничего нельзя. Почему Ян Златоуз говорит, чтобы обратить кого-то, не свечи нужны, а тысячи талантов. Ни два, ни три. Ни две, три сотни. А чтобы покрестить, ни одного таланта не надо. Достаточно быть рукоположенным, незапрещенным. Ты это услышал и понимаешь, какая у тебя третья стопка будет. Кому Бог это поручит? С кем беседовать? Как сказать? Какие? У нас материалы, вот они перед нами лежат. Вот вчера только. Сегодня ночью заказали из Америки. Узнают люди. Они понимают, говорят, я одну книгу начала считать, и все, сразу с тектантами бросила. Все, пришла в православие. Новые, новые души приходят вот через этот труд. По сегодняшним ценам издано мной было примерно на 50 миллионов рублей. Если сегодня я бы издавал, таким же тиражом, вот так. У них те, которые нападают, на меня нападают толпою. Огромной толпой со всех сторон. Все. Ну, показали они. Покажите, а как вы обедаете, что я себе показал. И примерно человек уже 500 на палец. Что вы, как не придешь, и все, жрете и жрете. Он на дно же попадает, голодный. Просто лопается от злости. И опять заходит. Вы что-то жрете и жрете. Ну, ты один и тот же ролик-то отнимаешь. Там 15 минут где-то. Вот новые люди, которые отошли. Попрошу меня, запиши. Я скажу, кого записать. Пиши. Я сделаю навсегда, не менять это. Чтобы о ком молились. Об обращении. Михаил. Это близкий нам человек. Мы знаем его. Михаил. Второе. Николай. Имя его у нас здесь было. Это Нафанаил бывший. Иеромонашество все бросил. Как только на меня напал. Это в 19 томе. Господь его как будто вышиб сразу оттуда. Все. Все. Потерял все. И женился. Говорит, уехал. А вы знаете, что для монаха жениться? Это значит, что уже никогда не причащается, не хоронить его никто не будет. Не на 19. На монашество. Нет. Монашество 7-8. А это именно его здесь диссертацию писал. А. Это диссертация. Он же по кругу. Писал, а я все привезли сюда. Значит. Еще. Александр. Очень хороший человек. Но получилось так. Он в церкви помогал. Там дом, где собирается, все построил. И архиерей, что-то там, подробности неизвестны все. Его стали поносить. Он не выдержал. И ушел в православие. Прикнул в самой негодной группе. Один из них в Потеряевке жил. Входил в чужие семьи, развращал женщины. Что только не было. Еретик из еретиков. Он сразу с ним соединяется. А я никому не принадлежу. В мире насчитывается 21 ересь. Называется конфессия. Деноминации. А сегодня так. А я никому не принадлежу. Таких сегодня может быть 500 тысяч уже. Два человека выше всего. Мы никому. То есть они сойтись уже никак не могут. И Юлия. Юлия. Запиши. 21 тысяча ересей или 21 ересей? 21 тысяча, как говорят. Ересей. Которые по словам конфессия. Себя церковью называют. Конфессия, диноминация. Это покрышка, которую сатана написал. Закрыл слово ересь. Не надо спрашивать людей. Какой конфессии? Не православной. А какой ты ереси принадлежишь? Какой ереси ты пристал? А сейчас так. Никому. Я просто. Мне Бог открывает. Я живого Бога хочу знать. Прекрасные слова. Нападает на все православное. Молит со святым. Я живым Богом буду, только я знаю. А теперь показывай, с кем ты соединился. Посмотри, кто. Женщины одни выходят, там где-то трое. Все. Теперь дома сами причастия, ломают. Ну кому не понятно, что женщин Бог не избирал на это. 12 апостолов, все мужчины. Еще Бог избирает. 70. Все данного мужчины. И женщине учить не позволяю, не властвовать. Значит, запиши и никогда эту бумажку отдельно не пускай. Остальное у меня есть люди, я бы мог сказать, еще записать. Симон. Это очень известный, видимо, с евреями связанный. Поет по горам, везде ходит. Я говорю о людях, которые хорошие. Симон. И один Леонтий. Из 50-ников он там мы сошлись, он книги выписал. Ну и приехал из Америки. И никак связи больше не выходят. А я никого не ищу. Я только молюсь. И вот сегодня с этой Юлией мы переписывались долго. Переписывались до утра. Она полностью ушла. Все православное хулит. Я ролик выставил с Сергеем. Беседовали мы позавчера. 2 часа 18 минут. Или 2. Видела? После этого она зашла сегодня. Зашла. И мы до утра с ней переписывались. Она уже пообещала догматику не трогать. Но и на прежнее я не пойду. Они ее буквально убивали в храме. Я знаю, когда у нее там не ладилось с мужем. И как она хотела приехать к крещению принять. И что с ней делали? Это действительно так. Это на совести тех, которые в алтаре. Которых поощряют. Они как дикие веприи из леса вышли. И искать будут на нее. И она зато улыбается. Это одна душа, если погибнет по твоей небрежности. О, священник! Тебе всей жизни не хватит рассчитаться. Потому что за нее умер Христос. Вот весь мир полный золота сделай. Из мой шары золота. Это стоит меньше, чем одна спасенная душа. И Павел говорит, не давайте никому соблазна. Ибо за него умер Христос. Что вы делаете? Вы не думайте, что у нас есть люди, которые... Они уже близкие-близкие уйти. А почему? Ко лжецам пристали. Ко лжецам. Плоская земля. Не шарообразная. И на этом началось. Который первый уговорил. Его по этапу, может, наручник уже отправили в Украину. Меня нападают. А я при чем? Собрание решила. Они нарушают государственный закон. А это все падает на нас. Они его не получали статусом. Мы с таким трудом добивались этого. И они присоединились к нему. И сегодня им уже ничего не надо. Просто вот так вот колышется. Люди, которые с самого начала у нас здесь были. Их нету? Они просто поднимаются и уходят. Или не заходят. Сразу уходят. Потому что малая ложь. Она от дьявола. Он отец лжи. Ты чадо дьявола делаешься. Ложь. Поэтому ребенку указывали нигде никогда никакой неправды. Пострадай. Тебе два варианта. Молчать или говорить правду. И ничего кроме правды. Единственное правду. На этой неделе мне позвонили и сказали. Вы дома будете? Я говорю дома. А кто? Уголовный розыск. С центрального района. Нам нужно встретиться. Пожалуйста. Но я не знаю. Я же не вижу кто они такие. Я посылаю перед себя. Володя. Выйди оттуда. Начинаю сразу снимать. Машина подходит. Мы стали говорить. Все заснято. Уже выставлено в интернете. Он сразу же. Который сидит. Шофер. А зачем снимаете? Мне нравится. Это моя территория. А это нельзя. А как вы не знаете? Вы только сказали нельзя. 330 уголовного кодекса статью уже нарушили. Она до пяти лет вам грозит, а не мне. Не разрешается снимать. Только в шести пунктах кажется. Первое. Государственная дума, когда закрытая у них идет. Закрытая бывает. Никто посторонний не будет. Второе. Показывает я. Инностранные корабли. Которые стоят. Военные корабли снимать. Третье. Министерство. Газовое. Какое-то там внутри здание. Больше ничего нет. Пять. А мы там никогда не бываем. А остальное он превышает. И 19, там запятаяли как один. Это гражданского кодекса. Нарушение. И нарушение что? Самовольство. Самодурство. То есть и милиция. Он сразу, потому что не стал ничего говорить. И дальше стали спрашивать. У меня нашли ролик. Какой-то нашел. Там заголовки такой. Буддизм от сатаны. Буддизм и сатанизм. Что-то такое. И какой-то там буддист, наверное, нашел. А вот это то, оскорбление моих религиозных чувств. Там вот этот закон такой. Я говорю, и где? Ну вот сказали. Где вы мне покажите? Я должен видеть. Покажите где. А не где нет его? Нету? Нету. Это первый вопрос. А второе. Я не говорил там что-то. А то, что написано в 1910 году было. Статья митрополита Владимира. Я оттуда взял с того журнала. А теперь спаси и сохрани. Этот журнал выходит. Патриархия перепечатала. Почему к ней претензий нету? Я ее убрал. Было действительно так. Значит, они не очень важные. Показано, какая книга. Все кончилось. По-хорошему поговорили. Дали визитки и поехали. Во-первых, ничего нету. А во-вторых, дореволюционный. Сто с лишним лет назад. Говорено. Как тебя это может касаться? Я тоже оскорблен, что вы меня подозреваете в чем-то. Я оскорблен. Как? Я патриот. Я перед властью нигде не погрешил. А вы меня подозреваете. Вы тоже виновны в этом. Так вы-то реально. А я-то ничего не сделал. По-хорошему расстались. Поэтому молиться надо. Мы стали молиться. И она сегодня вышла и сказала. Четко написала. Догматику больше не трогай. Но молиться с этими, которые что со мной делали. Написано, если человек то-то, то-то делает. Блудник с ним не есть вместе. А мы знаем, поп блудит. У него блудница рядом, и дети от нее. Почему я должна от него прищищаться? Если с простым человеком нельзя. Логично. А ты не прищищайся. Ты сообщи епископу. Да он такой же. Сегодня Андрей Кураев расколупал. Сколько там садомитов? Голубые называются. Андрей Кураев. Он фамилии все называет. Почему они его выбросили везде? Профессор. Выбросили, добились, чтобы его из Агу Ломоносова где. И оттуда его выбросили. Человеку, что было, все отняли. А он продолжает свое дело делать. А сейчас говорят, как он обо мне отзывался. Самым великим миссионерам современности считает. Приезжал, здесь он был, вот здесь он стоял. За книгами. Надо просить Бога, чтобы Господь людей этих, которые вокруг нас, вразумел. Нам они хуже не сделали. Вот они вчера, кажется, ролик поставили обо мне специально, там где-то набрали. И притом ни одного слова нету истинного. А кто-то плохо сказал, а тот никогда меня не видел. И они это все теперь берут. А я взял в интернете. Ну а почему ты не подошел ко мне, не спросил? Ну вот меня с Санкт-Петербурга сбросили. А что вы скажете об Алексея, священнике Морозе? Я давно уже считал его, потому что сомневается он. Я говорю, я много уже его слушал и ничего плохого не видел. Но лично не встречался и поэтому сказать ничего не могу. Виной у меня буду перед Богом за такой ответ. Спрашивает обо мне Олега Стеняева. Он говорит, с Игнатием я встречался еще при советской власти. Это был великий там апологет с сектантами там, ну проще такое-то. Но мы давно не встречались, поэтому сказать ничего не могу. Почему же ты-то так-то не ответил? Я прошу помолиться, чтобы Господь все это сделал как его воле угодно. Вот они напали на меня, Дворкин, а у меня приходит 300 человек на форум-то. Утром я встаю, что это такое-то, 6000. Да это не может быть. У меня, нет, я говорю, что-то с компьютером неладно. А он, оказывается, в это время выступил и про меня там какие-то международные рождественские чтения в 20 раз больше ко мне людей пришло сразу, нахлынули. Ну, конечно, проходит в течение недельного срока, почти все отношения просто полюбопытствовали. Но кое-кто остался. И поэтому мне еще проректор нашего университета, нашего АГТУ Семкин сказал, Борис Васильевич, всякая антиреклама – это реклама. Когда обо мне там приехал писатель, этот, Быков был, Дмитрий Двович, говорит, а у вас статья, я говорю, хорошая, я так и не понял, говорит, хорошая она или нет. Но это реклама вам, то есть они дают. Мы не должны думать, что они делают, вот нам в лагере, нас вышибли оттуда буквально. А теперь-то мы еще лучше. Кто был в лагере, знает, там у нас не просто мазанкики, а настоящие дома. Обращаясь к братьям, к сестрам. 10 июня, если мы будем выезжать, к этому времени там нужно у нас запасные есть еще места, дома. Приехать и поработать. А что там нужно? Ну, один домик не обшитый, мы купили. Теперь мы им хозяева. Два уже практически есть. Михаил Кальмаев приезжал, он, кажется, в Тимиртау помог. Вот таких, чтобы Господь дал. Вчера просится, я приехал бы на это. Ну, сейчас без нас что ты будешь делать? Второе. Батюшка звонит. Интересный момент. Мысли наши совпали. Я говорю, вот несправедливость в природе, а несправедливость как будто не от нас, а от Бога. А как так может быть? Ну, звери и птицы все одинаковые? Ну, да. Ну, скажи, грач согрешил против человека? Ну, конечно, согрешил. Так сказать. Ворон его выпустил, ноя, он даже не вернулся. А голубь вернулся, принес. Так вот, смотри. Среда обитания, допустим, только в горах, поэтому трудно искать, но легко ей погибнуть. А бывает, птицы водоплавающие. Ей питается, она ничем не питается, не может на поле с пшеницей сесть. Гусь садится, а утка нет. Ей только надо где-то. А там уже шалаши стоят и стреляют, и стреляют. И никак не истребят. Грачей у нас на одной березе до 20 гнезд. В каждом 5. Это 100 грачат сразу выводится. Сколько деревьев-то? Никто не стреляет, никому не нужны. А мясо-то одно и то же. И все охотники, а это сотни тысяч во всем мире, только живут открытие охоты и на уток. Утка-то жалуется на нас, наверное. Чем я хуже грача, который только где-то в подсолнушке шелушит у вас, и вы никто не стреляет, никому он не нужен. Он только возвещает приход весны. Я просто с этой стороны говорю. Вот так бывает и по-человечески. Мне сегодня кажется, даже на Путина меньше нападают, чем на меня. Сотни и сотни каждый день. И самые простые ролики такие. Мы беседуем где-то, допустим, здесь с этим. Ой-ой-ой. И, как правило, это люди верующие. Совершенно не думают ни о Судье Божьем. Но мне никак не говорят, радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут, как ни угодно, Сыну Божию. Я благодарен Богу, чтобы Бог закрепил во мне это чувство, чтобы я по-прежнему молился за них. Потому что через наши труды, которые сейчас выходят, ну, раньше столько не было, сколько новых людей сейчас приходят. Ну и маленькую еще вставочку. У нас гости сегодня. А у нас правило такое, чтобы гостям предоставить слово. Милости просим. Галина, расскажи, кто, откуда, с кем. Христос, воскресе, братья. Гристос, воскресе. Ясного, Кузнецка. Прошлым летом была в лагере. В две недели. Имея отчества, будьте добры. В Лиско Галина Алексеевна. Родилась на Казанску Богородицу в 1956 году. Высшее медицинское образование педиатрическое я получила. Работала невропатологом. И спортивным врачом. С Игнатим Тихоновичем и со всеми вами я познакомилась на форуме Кураева. Там сбоку идут ролички. Я так смотрю, какой-то интересный очень человек. С бородой седой. Худенький такой. Видимо, аскет. Нажала. И потом дальше-дальше. И вышла на все ресурсы. Очень, конечно, благодарна всем вам, вашему руководству, вашему наставнику, учителю. Это очень хорошо. Это очень правильно. И, наверное, как-то избрано. Потому что, ну вот, нас как кое-кто здесь называют, как-то мы, патриархийные, да? Ну вот, мы патриархийные, но тоже мы верующие и христиане с маленького-с маленького возраста. В те времена, сами знаете, церковь была в гонении. Водили нас в храмы на причастие. Крестные мамы под юбками прятали нас. Вот. А с Беломор-каналом в зубах и в таких машинах, больших, страшных, черных, дежурили ДНДшники. И вот если видели, значит, ребеночка, то забирали. Это было вот в Новокузнецке. Один храм тогда у нас только был. На Паштате. В доме, в частном. Приходили тайные и монахи два. И вот там они совершали таинства. Ну, вот и верующие. Вот так вот началась моя вера. Ну, и вот она продолжается. То есть, пока у нас была эпоха, история, и мы вот такие исторические получились христиане. Ну, что хочу еще сказать. Это было, наверное, в самом начале ваших становлений в мировой сети. Вот. Поэтому... Почему? Потому что сейчас намного облагорожены сайты. Сайт, форум очень интересный. Столько вопросов, даже, наверное, у человека и не возникает, сколько там ответов вместе с вопросами. И очень все ясно, по слову Божью. Это более проясняет ум, направляет его, упрямляет жизнь человеческую. И очень, конечно, радостно христианам нам, православным, иметь такие ресурсы. Вот. Выписала книги, правда, да не все, трехтомник Евангелия. Вот. Это... Ну, одни из лучших книг, которые вот в моей православной домашней библиотеке находятся. И я очень рада. Почему мы приехали? На это подвиг такой интересный ролик, где муж, глава, получает свою жену, что она таблетки неизвестные купила очень дорого. Ну, и мое христианское врачебное сердце дрогнуло. Я, короче, продуктал закупила, думаю, еду. Напросила и благословилась, приехала. И вот с собой еще привезла сестренку. Планирую в лагерь поехать, всех приглашаю. Воздух и духовный, и планетарного масштаба. Очень здоровое питание, очень хороший коллектив взрослых, детки замечательные. Вот просто рекомендую. И очень много нового там услышите, увидите, поучитесь. И поставите это как пример для своей христианской жизни. Вот. Безмерно благодарна Богу. Что на старый стилет меня сподобил, вот попасть к вам. Вот это проточку, да? Это чудо, это проточку. В прошлом году в лагере была. Да, ну вот так вот. Гостяк. 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 Вы сами ездите на машине, да? Да. 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 Сама за рулем машина там у нас. Вам тяжело ехать? Нет, красиво. У вас практика хорошая, видать, да? Да, с 18 лет я у вас автомобили всякие равные. Нет. Вот так вот. Вот так вот. Благодаря Христос. А кто с вами приехал? А самой приехала моя сестра, коллега Светлана Микрюкова. Мы с ней вместе учились в институте в Кемеровском медицинском государственном. Вот. Вот она сейчас. Пускай у себя скажет. Она расскажет. Христианка, тоже она верующий человек. Обещали еще двух мужиков привезти. Спасибо. Потому что не приехали. Нет, мы обещали привезти Олечку, мою работницу бывшую, которая вот три раза уходила с работы по-английски. Ей 33 года в этом году. Я дрогнула. На Страстной Седмице мы с ней вместе, не договариваясь, посмотрели Басилашвили, Мастера Маргарита, вот эти 10 серий, не договаривались. И тут они на меня с мужем насели, возьмите назад Олю, возьмите назад Олю. А Оля вольная. Думаю, ну вот как ее взять, она может подвезти, надо работать, а она не выходит. То с мужем она селась, то дитё заболело, и это то есть бесконечно. И думаю, ну вот, просят и просят. Ну вот дрогнула я, встала на молитву, помолилась, ответ пришел мгновенно, садись за руль и просись на чай. Я благословилась, позвонила, говорю, да, приезжайте, Галина Алексеевна, а кофе-то пьете, я говорю, да все пьем, приедем. Приехала, поговорила, рассказывала о Христе. Глаза были полные слез у человека. 33 года, ну, девочка вот в мире, как они все, да, с трудной женской очень судьбой, с этими браками бесконечными, с детьми. Вот, я хочу работать только у вас, это мой дом. Я говорю, ну давай, значит, тогда вот так. Мы в субботу выезжаем со Светланой, сестрой христианской, к одному, с мировым именем, человеку, верующему проповеднику, миссионеру. Вот, поедем, съездим. Ну, потому что вижу, что вот какие-то подвижки у человека есть, поверьте. Первый раз яйца сварила, покрасила их фиолетовый цвет. Чудо. Наклеилась, виды и звездочки. Папу сама. Ну, ну, дрогнула я, дрогнула. Ну, вот, значит, и стоим у Кузнецкого подъезда, ждем 15 минут, 20. У них, у сестра, помолимся, помолились и помчались. И пришли они так же по-английски, как уходят, по-английски так же и не приходят. А что у вас заработало? Что заработало? Что заработало? Ну, я особо не хочу сказать, слава Богу, что Галина приезжала сюда. На пенсии. От Галины я услышала о вас. И посмотрела первый раз нас в интернете. И меня это так впечатлило, что я захотела приехать сюда. Слава Богу, Галина привезла. Живой. Есть такое. Услышала про ваш лагерь. Моей сестры, внуки. Ну, вот и там такие проблемы. Я свою слуга похоронила в 30 лет. Я его потеряла. Вот что вы говорите. То есть, все со мной произошло. И теперь я вижу, как гибнут дети. Спасибо вам большое, что вы есть, да, правда, что вы есть. Спасибо вам огромное. Вот так помогаете. Аллилуйя. Поможет вам Господь, и Ангел, и Хранитель, и вам пути. Вы сегодня назад живете? Да. Она к вам на работу-то просилась. На какую работу-то? Чем вы строите? Муж мой покойный, царствие. Ему обычное. Оставил маленький после себя магазинчик. А, молодец. Почитать. И машину. Ну, конечно, и детей. Вот по квартире еще оставила. Она протестировала? Она вот там работает. Работала. Она увидит, что вы добрая. Ну, а я уже как-то. Так, будем завершать. Еще, значит, у нас песнопение, трапеза и занятия. Сергей Павлович, в шесть часов будет тоже занятие? Да. Вечером в интернете. Памя, вопиявши благодать, И чистая Дева, радуйся, И пакерекла, радуйся, Твой Сын воскресе тредневен от гроба, И мертвые возникновые люди. Господи, веселитесья, святисья, святисья. Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, На Тебе, Васяя. Ликуй ныне, веселися, Сионе, Ты же чистая, красующая Богородица, А восстание Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенниках, От внутренних расприй, От беззакония, которое втали, Останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, Чтобы вы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как и должно, Пусть покаются в небрежении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави досуды Твои над Россией За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой даноставит нас Не признавать никаких иных богов, Вопия, Ава, Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести и поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо за спрос. Нет, триста, триста, шеста. Шесть, правильно. Считаем.